Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Открытый диалог» и сегодня у нас в гостях заместитель генерального директора по экономическим вопросам Люберецкого городского жилищного треста Жулин Сергей Константинович. Здравствуйте! Добрый день! Сегодня мы будем говорить о капитальном ремонте многоквартирных домов. Давайте начнем сначала. Чем отличается капитальный ремонт от текущего ремонта? Капитальный ремонт от текущего ремонта отличается, во-первых, объемами проводимых работ, периодичностью проводимых работ, ну и, естественно, с тайматосными затратами на выполнение этих работ. К капитальному ремонту относятся ремонт и замена кровельного покрытия, ремонт фундамента, ремонт фасада здания, капитальный ремонт лифтов и замена внутри домового инженерного оборудования. К текущему ремонту относятся, ну, большой массив выполняемых работ, ну, скажем так, одним из значимых это будет ремонт лестничных клеток, частичные ремонты покраска циколей, отмосток и огромная масса видов работ. Но, как я уже сказал, это отличается, во-первых, объемами, во-вторых, периодичностью. Текущий ремонт – это плановый ремонт, который делается в текущем году, и стоимость его, конечно, значительно ниже, чем выполнение объемов капитального ремонта. Почему сейчас так много говорят о капитальном ремонте? Ну, в первую очередь, это, наверное, связано с тем, что изменилось законодательство по сбору денежных средств на проведение капитального ремонта. Оно стало более централизованно, так теперь средства на капитальный ремонт собираются некоммерческим фондом, фондом капитального ремонта, и работы производятся централизованно. И самое главное, наверное, изменился и сам объем денежных средств, которые собираются, они стали более весомыми, более значимыми. То есть, если вот раньше по отрезку собирался рубль 0,7, то сейчас 7,80 централизованно. Вот с чем связано такое подорожание? Это не подорожание, это изменение объемов самих выполненных работ. То есть, это просто те денежные средства, которые были, допустим, собраны в размере рубль 0,7, они не позволяли сделать такие объемы работ, которые будут делаться за 7,30. То есть, подорожание есть, естественно, это инфляционный процесс, но это не 700%. Просто резко возрастает объемы проводимых капитальных работ. Скажите, пожалуйста, об объемах работ, которые у нас проводятся. Ну, если брать 2014 год, это, можно сказать, старт выполнения программы, потому что взносы стали собираться только с мая месяца. Но уже к концу года, вот именно в нашей управляющей организации, было заменено 44 лифта. В этом году, на этот год, плановые объемы значительно выросли. Так, самый наш больной вопрос, это замена лифтов со сроком службы более 25 лет, которые подлежат обязательному ремонту, будет в этом году выполнен в количестве 62 единиц. А общестроительных работ на сумму 231 миллион. Раньше, по нашему тарифу рубль 0,7, мы собирали 3 миллиона в месяц. Это получается 36 миллионов в год, то есть на порядок в объем вырос. Практически все денежные средства, которые собраны на протяжении вот этих вот двух лет взносов на капитальный ремонт централизованного фонда, они возвращаются к нам сейчас, вот проведением этих работ. Куда собираются средства, которые собираются на капитальный ремонт, и как житель рядовой может проконтролировать расход этих средств? Ну, средства собираются в фонд капитального ремонта. На каждого жителя открыт свой отдельный лицевой счет. Он в любой момент может проверить прохождение своих денежных средств. Также он может просмотреть те планы работ, которые выполняются либо в 2014, либо в 2015 году. Эти планы вывешены, так скажем, на сайте фонда капитального ремонта. И наши планы тоже у нас в управляющей компании есть, план капитального ремонта как на 2014 был, так и на 2015 сейчас размещен. В Москве вот за капитальный ремонт платят 15 рублей за квадратный метр. Почему там настолько дороже, чем в области? Ну, размер платежей за капитальный ремонт определяется субъектом российской фердилляции самостоятельной. Вот опять, это просто не изменение стоимости, это изменение объемов работ, которые выполняются по капитальному ремонту. Значит, Москва просто больше объем выполнит за те средства, которые получит от населения. Если смотреть с другой стороны, то ведь есть и верхняя планка сбора денежных средств населения. Москва – город, который, скажем так, имеет наибольшую среднюю заработную плату в стране и может позволить, наверное, собрать 15 рублей за квадратный метр. Для Подмосковья, наверное, это уже будет очень тяжело. Вы упомянули о лифтах. Если поподробнее остановиться на планах капитального ремонта и объемах работы, что еще ремонтируется? На лифтах я остановился по одной простой причине, потому что это наиболее материалоемкая и в денежном выражении наиболее ценная часть капитального ремонта. И положение в городе с лифтовым хозяйством было не очень благополучное. Допустим, на начало 2015 года у нас было 215 лифтов, которые имели срок эксплуатации более 25 лет. То есть они подлежат замене, либо частичному реконструкции, либо ремонту. Именно вот этот вопрос стоял наиболее острый, потому что капитальный ремонт одного лифта стоит порядка полутора миллионов. То есть эта сумма вытекает в 300 с лишним миллионов рублей. И с теми взносами, которые мы собирали за счет только средств жителей или даже средств нашего Треста, выполнить вот эти объемы работ было практически невозможно. Сейчас с началом работы с фондом капитального ремонта у нас все-таки темп замены лифтов значительно увеличился. Ну, я повторюсь, 44 лифта в том году, 66 в этом году. И такими темпами, в принципе, с этой проблемой за два года нам под силу справиться. Если касаться других видов работ, то, я еще раз повторюсь, эта сумма будет за исключением лифтов 230 миллионов по объемам, по денежным средствам. А ремонтироваться будут крыши, домов меняться, кровли. Ремонтироваться будут фасады зданий. И, к сожалению, те же самые денежные средства не позволяют делать утепление фасадов. Сейчас это очень актуально. То есть это только капитальный ремонт без утепления фасадов. Будут меняться внутри домовые разводки, будут меняться электрические сети. Но весь перечень работ капитального характера, который подлежит исполнению, он будет делаться. Это только на 2015 год или в такой далекой перспективе? Нет, это 2015 год. На конкретизации плана на 2016 год уже наметки есть, но он еще не утвержден. На 2015 год планы уже утверждены и проходят торги на выполнение работы. Там пушат. Упомянули о торгах. Кто выиграл конкурсы на выполнение работы? Торги по нашему району только начались. Здесь буквально вчера была приемка документов на выполнение последних объемов работ. А полностью в стадии заключения договоров только первый конкурс, в котором мы тоже принимали участие. Там было 6 лотов разыграно на ремонт кровель. Торги собой подразумевают участие нескольких предприятий. Так, с 6 лотов мы выиграли 4, 2 лота, к сожалению, проиграли. А в дальнейшем сейчас должны быть проходить 26 числа подведения итогов и так далее. То есть формально все документы на торги уже сданы, торги проводятся, и этот процесс в течение месяца будет уже завершен. На все лоты мы тоже подались, но не факт, что мы их выиграем. Когда приступаете к выполнению работы или, может быть, уже приступили? К выполнению работы мы приступаем после заключения договора. Вот первые договора по этим первым, четвертым, четырем лотам мы заключаем до 30 июля. И с первого числа начнем работу. С первого августа. С первого августа. Тема у нас сегодня – капитальный ремонт. И вот замечаю на домах, большие красные таблички, здесь будет проводиться капитальный ремонт. Для чего они развешены? Это информация жителям о том, что их многоквартирный дом включен в план капитального ремонта. И этот ремонт будет производиться именно в этом году. По мере прохождения капитального ремонта таблички будут менять свой цвет. Как бы жители будут информированы. А вот если жителям не понравится выполнение капитального ремонта, вдруг что они могут предпринять в этом случае? Сама по себе выполнение капитального ремонта достаточно строго контролируется. И заключительные документы перед подачей в фонд капитального ремонта о завершении заказа выполнения работ подписываются жителями дома тоже. То есть они могут принимать непосредственное участие за контролем проведения работы. То есть любые пожелания будут учитываться? Нет, любые пожелания не будут учитываться, потому что объем работы в определенной смете, выполнение работ, сметная стоимость тоже определена сметой. Это достаточно сложный процесс утверждения. Все сметы проходят экспертизу, у МОСУ была экспертиза. И отклонение от сметы может быть только в случае выявления скрытого дефекта, либо каких-нибудь таких выпадающих моментов. Ну а если вдруг какие-то будут недоделки? Право жителей не подписать и с неподписанными документами работа не считается выполненной. А вот со стороны Московской области будет какой-то контроль за выполненной работой? Обязательно. Со стороны Московской области, во-первых, прошли торги на выборы организации, которая будет осуществлять функции строительного контроля. Также сам фонд капитального ремонта осуществляет контроль свой текущий. И мы-то являемся как бы и управляющей компанией, и исполнителем работ. Но по форме документов, которые идут на сдачу в фонд капитального ремонта по завершению работы, я видел обязательную подпись у управляющей компании. То есть если к нам приходится заказчик со стороны, то мы тоже будем контролировать, как он будет работать. Это логично нам потом пользоваться результатами, плодами работы. Нам не хотелось бы, чтобы через год у нас были какие-то проблемы, которые повесили на наши плечи. То есть год – это такой вот срок гарантии, да? Нет, на самом деле срок гарантии выполнения работ – 5 лет. А какие способы накопления средств по ремонту сегодня существуют? Ну, это два способа. Либо так называемый котел, когда в фонде капитального ремонта открываются лицевые счета, и денежные средства аккумулируются фондом, и потом распределяются уже в зависимости от степени сноса зданий, по низким другим параметрам. Либо каждый дом вправе открыть свой счет в банке и накапливать там денежные средства. А вот что насчет жителей новостроек? Часто слышу, что зачем нам платить, наш дом сдан там два года назад, какой капитальный ремонт? Ну, я еще раз повторяю, что затраты на капитальный ремонт, они достаточно большие. То есть замена одного лифта – это полтора миллиона рублей. Ремонт кровли – несколько, от двух до трех, иногда до четырех миллионов рублей. Когда придет срок выполнения этих работ, это будет дополнительное вливание достаточно серьезное. И единым временным, так скажем, сбором денежных средств, наверное, это тяжело собрать. А постепенное аккумулирование этих денежных средств на счете позволит безболезненно просто проводить эти работы в плановом порядке. А инфляция как-то влияет на это? Все дорожает, ничего не дешевеет. Ну, инфляция, конечно, влияет на этот процесс, но и взносы на капитальный ремонт тоже в зависимости от инфляции поднимаются. А какие есть гарантии, что средства не потеряются в фонде капитального ремонта? И что будет, например, если банк обанкротится? Ну, скажем так, это государственные гарантии. Вот я смотрел выбор банка, допустим, это был выбор из четырех крупнейших банков. Победителем в конкурсе по отбору банка «Союзгазпромбанк», то есть наш самый, ну, один из крупнейших банков. Это гарантии государства, гарантии банковские. И я не вижу обоснованных сомнений в том, что эти средства куда-то исчезнут, уйдут или банк оба открутится. Слишком серьезная структура там задействована. А вот жильцы домов могут как-то через интернет свои средства контролировать, отслеживать, не знаю, наблюдать? Ну, прохождение денежных средств по каждому лицевому счету навряд ли. А вот планы капитального ремонта, текущее выполнение планов капитального ремонта и вообще всю основную информацию, что касается именно работы по капитальному ремонту, можно спокойно посмотреть на сайте фонда капитального ремонта. Она достаточно широко раскрыта, начиная от законодательства, кончая конкретными планами, конкретными домами. Единственное, что вот сейчас детализованные планы по 2014-2015 году, дальше будет детализация на дальнейший период. Но каждый дом в программе присутствует. За последний год у нас в стране все действительно подорожало, как я уже говорила. Вот деньги фонда не обесцениваются, банк как-то процент начисляется? Банковский процент начисляется, я, к сожалению, не специалист в начислении банковского процента. Но дело в том, что те деньги, которые сейчас собираются, они сразу же запускаются в работу. То есть строится план на год, этот план на год вырабатывается, эти деньги уходят. И за счет вот этого котла деньги не просто лежат, они уже вкладываются сразу. То есть на следующий год с учетом инфляции будут повышенные взносы, и те же самые объемы пойдут на выполнение работы. Вот если бы деньги лежали недвижимо, там, допустим, пока идет накопление по какому-то дому, это вот если брать дом новостройку, то да, там какие-то проценты начисляются. Но банковские проценты все равно ниже процента инфляции. То есть обесценивание вот при этом варианте, оно да, актуально. А может быть, стоило бы как-то, по вашему мнению, по-другому пересмотреть, чтобы снизить вот это вот проседание процентов? Вряд ли здесь что-то получится по-другому пересмотреть. Каждый собственник, в принципе, в воле решать, как собирать деньги. Либо в котле, либо на счете своего многоквартирного дома. Что действительно лучше, фонд или спецсчет? По моему мнению, лучший спецсчет, потому что в котловой, когда деньги в общем котле, во-первых, они сразу используются, они в работе. Второе, ведь в любой момент может произвести какая-то ситуация чрезвычайная, когда потребуются достаточно большие вложения единовременные. Допустим, вот живой пример у Лицкого, 32, сгорел лифт. То есть там требовалась замена лифта. Если эти деньги собираются на доме самостоятельно, то, значит, собственники должны либо вносить эти деньги, добирать эти деньги, пока не добрали, либо единовременно доплачивать. Но в это время лифт не работал. Если это в фонде, то, конечно, вот эти проблемы решаются в течение короткого времени достаточно. Потому что средства на удаление решения этих чрезвычайных ситуаций, как такой страховой фонд, он фондом предусмотрен. А если собственники решили покинуть фонд капитального ремонта, могут ли они туда вернуться? Собственники имеют право как покинуть фонд капитального ремонта, так и вернуться туда. По-моему, если я не ошибаюсь, с момента подачи заявки во вхождение в фонд капитального ремонта, просмотрение проходит два месяца, о выходе из фонда четыре месяца. Но выход из фонда предусмотрен только в том случае, если за домом, скажем так, формально нет долгов. То есть если проходили какие-то работы, допустим, в 2014 году была замена лифта, то для того, чтобы выйти из фонда, дом должен собрать эти деньги, расплатиться с фондом и как бы с нуля начать свою обособленную жизнь. У нас в Люберцах или в районе были прецеденты? Один дом образовал свой счет, и потом решил все-таки войти в котел. То есть он перешел из своего счета в общий счет. Наоборот, нет. Какие у них были мотивы при выходе? Ну, во-первых, создание своего счета подразумевает ведь не только то, что мы создали и все. Это подразумевает и определенную работу. Это та же самая работа по выбору банка, заключение договора с банком и прочая-прочая процедура. Это я не говорю о том, что вот как лучше, как больше. Да это определенная работа, которую нужно выполнять жильцам дома самостоятельно. Сбор денег тех же самых. Он может осуществляться либо там жильцами персонально в доме, либо вот на основании агентского договора, как у нас существует порядок. То есть, помимо всего прочего, это еще и работа для самих собственников дома. Каков процесс входа обратно в фонд капитального ремонта? Проведение собственников МКД, собрание, понависение решения о том, что собственники решили возвратиться в фонд, так скажем, воспользоваться фондом капитального ремонта общим котлом, скажем, проще. И на основании этого решения проводится дальнейшая работа. Это решение относится в администрацию. Администрация связывается с фондом капитального ремонта, СГЖИ и прочими структурами, и проходит этот процесс перехода оттуда туда. Но, естественно, и переток денежных финансовых средств, которые были собраны. Спасибо, Сергей Константинович, за интересный рассказ. Я напоминаю вам, что в эфире была программа «Открытый диалог». У нас в гостях был заместитель генерального директора по экономике ООО «ЛГЖТ» Сергей Жулин. На этом наш выпуск подошел к концу. С вами была Наталья Григорьева и программа «Открытый диалог». До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!